Друзья, рада всех приветствовать в новом 2024 году. Желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. На календаре 5 января, и наш клуб открывает новый сезон. И, конечно, с соблюдением всех традиций, сложившихся на канале. А это значит, что первая часть видео будет посвящена вышивке. Сегодня это будут итоги 2023 года, финиши и старт с продвижением. И так как вышивая мы с каждым отчетом пускались в путешествия по страницам истории, то оглянемся на проделанный вместе путь и вспомним, в каких краях, в какое время мы бывали. И кто сопровождал нас в наших исторических экскурсах. И, конечно, сегодня, не отрываясь от вышивки, мы вновь углубимся во тьму времен. Нам откроется мир, в котором около пяти тысячелетий назад говорили по-шумерски. И не только говорили, но и писали. До нас дошло большое число глиняных книг, обожженных глиняных табличек, покрытых письменными знаками. Итальянский путешественник Пьетро де Лобали попал на Ближний Восток более 300 лет назад и написал о тех местах одну из первых достоверных и научных книг. В книге он привел изображение странной надписи. А греческие историки расскажут нам, к чему привел пожар, начавшийся во время грандиозного пира, который Александр устроил по поводу победы над персами. А возник он из-за того, что айфинская танцовщица Тайс бросила горячий факин. А пьяный Александр со своими военачальниками последовали ее примеру. А также узнаем, кто такой и чем знаменит гений одной ночи. Эти и другие интересные вопросы нас затронут во второй части видео. А сейчас вышивка. Вышивальные итоги 2023 года. 20 января 2023 года взяла свое начало вышивка по картине итальянского художника Евгению Эдуарду Дзампиги и ее первый урок. Это многоцветная вышивка. 17 выпусков было посвящено данной вышивке. За это время мы совершили несколько мистических походов. В нашем клубе нам любезно составляли компанию «Загадочные гости». К нам заглянул уникальный врач-хиллер Хосе Педро де Фрейтас, один из ярчайших представителей нетрадиционной медицины, которого специалисты из ряда медицинских организаций США назвали «Терра инкогнито» от медицины. Затем был целый цикл передач, посвященных вечным скитальцам, знаменитым мистическим явлениям. В одном из видео речь шла о поездах-призраках. Но не менее загадочные истории происходят и с другими машинами и механизмами. Иногда кажется, что в созданные людьми машины вселился злой дух, потому что они вдруг начинают бунтовать. Затем был и вечный странник агосфер. В средние века в христианском мире широко распространилась легенда о некоем иерусалимском евреегосфере, который оскорбил Христа, несшего свой крест на Голгофу. Был у нас и летучий голландец, обреченный на вечное скитание по морским просторам за грехи своего потихания, а также города, которых нет. Было и заседание, посвященное ангелам-хранителям. Считается, что они сопровождают нас в течение всей жизни, оставаясь при этом незримыми. Мы редко задумываемся о том, кто стоит за нашим правым плечом. Затем мы рассмотрели с вами детство из Старо-Средневековья, а один из выпусков был посвящен Сириусу, белому бриллианту неба. Вспомнили, во сколько раз светимость Сириуса превосходит светимость Солнца. О чем догоном рассказали ангелы с небес. Рассмотрели версию, что именно пришельцы Сириуса были основателями древнеегипетской цивилизации, а также первыми фараонами этого государства. Затем два выпуска подряд мы рассматривали уникальные фотографиями. Героями следующих наших заседаний были и самый известный наркобарон в истории, и самая знаменитая стриптизерша в истории, а также мага Умата, он же Лжебардий. Возможно, он первый из самозванцев, о котором повествует история. А 22 августа взяла свое начало многоцветная вышивка «Счастливая семья» по картине итальянского художника Джованни Батиста Тарилья. Схему для вышивки разработала компания Golden Kite. Это маленькая многоцветка, состоящая из 104 тысяч крестиков. На создание данного экспоната мне потребовалось ровно 100 дней. Подробная характеристика тоже будет под видео. А также ссылка на видео знакомство с данной работой. Впечатления от работы над данными картинами, друзья, у меня остались самые положительные. Да, единички, да, россыпь, но присутствовали и острова отдыха, в виде значительных областей, вышиваемых одним цветом. Это добрые, теплые, семейные картины. Результат в итоге, по моему мнению, оправдывает все затраченные усилия. Мне очень понравилось вышивать маленькие многоцветки. Уверена, что буду их вышивать и в дальнейшем. Неутомительно, быстро, интересно. И третья работа, финишировавшая в 2023 году. «Ночь перед Рождеством». На вышивку этого сюжета мне понадобилось около двух недель. День на сборку и рождественский пенкип готов. Теплый, душевный и все такой же семейный. Касаемо исторической части, гостем заседания нашего клуба и проводником в Средневековье был сам Перкин Орбек, выдававший себя за сына Эдуарда IV, короля Англии, и претендовал на престол при Генрихе VII. Был принят королями Франции и Шотландии. Его жизнь – один из самых удивительных примеров перевоплощения в мировой истории. Рассмотрели мы и вопрос, кто же открыл Америку. Да, во всех учебниках честь открытия нового света отдана Христофору Колумбу. Однако существуют и другие гипотезы, гласящие, что Колумб не был первооткрывателем нового света. Была, друзья, легенда о Вильгельме Телли. Легендарный народный герой Швейцарии, живший в конце XIII – начале XIV века, искусный лучник, борец за независимость своей страны, адаптрии и Священной Римской империи, гордый швейцарский крестьянин, отказался кланяться шляпе австрийского наместника. И за это жестокий ланфок приговорил его к изощренному испытанию. Он должен был стрелять из лука в яблоко, стоящее на голове его малолетнего сына. Был, друзья, у нас и самый страшный праздник. Рукодельничая, мы рассмотрели историю возникновения Хэллоуина. Его истоки – символы традиции. Узнали, что по поверью о кровавой мэре должны были сделать девушки. И что означало смерть в безбрачии. Затем, друзья, наш клуб посетили неандертальцы с нашими дедушками-кроманьонцами. Человек такой, как мы с вами, существует на Земле примерно 30 тысяч лет. Далеко не сразу люди научились писать. И потому мы можем узнать об их жизни только из раскопок, которые ведут археологи. Далее речь пошла о загадках первобытных орудий. Камень по праву стал символом самого древнего и самого длительного отрезка человеческой истории. А когда люди перешли от каменных орудий к металлическим, новые орудия труда позволили им получить урожай, которого было достаточно не только для того, чтобы прокормить себя и свою семью, но еще и оставалось вдоволь, чтобы обменять на что-нибудь. Но как только появилась возможность произвести больше, чем нужно самому себе, появились и те, кто хотел бы присвоить себе то, что есть у соседа. Теперь было, что похищать и что защищать. Тогда люди поняли, что им выгоднее и удобнее жить в городе под защитой каменных стен в безопасности от врагов. В следующем видео, друзья, нас ждала следующая глава «Тайны загадок древнего мира». В пору расцвета меднокаменной процивилизации началась эра самых ранних переселений народов. Эти переселения затронули и наши края. Некий загадочный пришлый народ, осев в Поднепровье, пять тысяч лет назад возвел здесь поразительные города трипольской археологической культуры. А 26 декабря взял в свое начало новый вышивальный процесс возвращения блудного сына. Эта схема – подарок от Ирины. Ирочка, вот наконец-то спустя столько времени я приступила к вышивке такого замечательного сюжета. Спасибо еще раз. Надеюсь, что вы еще смотрите мои видео. По картине Лосева Николая Дмитриевича «Блудный сын» творческая мастерская артель «Белый кролик» разработали схему. Размер схемы – 542 на 400 стежку. В работе задействовано 199 цветов, из них – 92 бленда. Вышиваю я крестиком, ниточками ДМС-2 сложения на АИДе 18-го аккаунта фирмы «Цвайгар». Все, друзья, как обычно. Да, настраивалась я на полукрестик. Меня все еще привлекает скорость вышивки этим стежком. Но так и не решилась. Тут сыграли свою роль несколько факторов. И зрение, и любую крестику, и так далее. Друзья, вы неоднократно спрашивали меня о моей организации труда. Ну вот, попробую осветить эту тему. Итак, начала я, как всегда, с левого верхнего угла. Вышиваю я по электронному приложению «Сага». Органайзер для игл у меня пенопластовый. Это бывшая упаковка из-под какой-то техники, не помню. Служит мне давно. Меняю здесь только номера и символы. Как понимаете, каждый символ имеет свою иглу. Заполняется органайзер иглами постепенно, во время вышивки. Бленды на планшетках я не формирую. При необходимости выдергиваю нужную нити по номерам, вгоняю их в иглу и вышиваю. Остаток отправляется с иглой на парковку. А вот так выглядят мои ниточные органайзеры. Сколько красоты будет задействовано в работе. Иглы у меня 28-го каунта номера. Но тут, как говорится, дело привычки. Я и на 16-м, и на 14-м каунте канвы вышиваю все равно 28-м номером. За 11 вышивальных дней мне удалось вышить 4,8% картины. В крестиках это составляет 10 400. И нам осталось вышить 206 400. Всего лишь. Да, друзья, все это время я занималась возведением стены с проемами оконным и дверным в виде арки. Хочу сказать, что строительство шло хорошо. Приступая к работе, глядя на предстоящий участок, на неоднородную стену, думала, что все, меня сейчас просто засыплет единичками и же с ними. А нет. Конечно, все было. И единички, и двушки, и трешки, и четырешки, и россыпь, шахматка, умопопрочительно. Все было. У вас несчастные случаи на стройке были? Не, пока еще ни одного не было. Однако, на всей вышитой площади, представленной перед вами, мне встретились 10-15 максимум единичных крестиков. Минимум двушек, трешек и так далее. Вышивка плавно продвигалась приятными группками крестиков какого-либо символа, без особого напряжения. И мне, друзья, нравится то, что получается на конве. И да, добавлю. Вышиваю я по выделенным областям в 2000 крестиков, по цветам от большего к меньшему. Мне нравится этот способ выделенной области еще и потому, что заполняя их, испытываешь чувство выполненной, законченной работы. Ну, такой, так сказать, микрофиниш. А это симулирует и подталкивает к дальнейшим продвижениям победам. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру. Месопотамия. Так в древности назывались земли, расположенные между тигром и эфратом. Сегодня это территория Иракской республики. И здесь повсюду слышна арабская речь. А 2000 лет назад здесь говорили по-арамейски. Еще 2000 лет назад, то есть за 2000 лет до нашей эры, в Двуречье господствовала речь Акацио. А если мы углубимся во тьму времен еще дальше, то обнаружим, что около пяти тысячелетий назад тут говорили по-шумерски. И не только говорили, но и писали. До нас дошло большое число глиняных книг, обожженных глиняных табличек, покрытых письменными знаками. Итальянский путешественник Пьетро де Лавали попал на Ближний Восток более 300 лет назад и написал о тех местах одну из первых достоверных и научных книг. В книге он привел изображение странной надписи, увиденной им в Персии. На глиняной табличке было изображено что-то вроде гвоздиков или клинышков. Эта надпись не имела ничего общего с известными к тому времени алфавитами. Со временем клинописные тексты стали попадать в Европу все чаще. И уже можно было догадаться, что особенность этого письма вызывалась качеством материала, на котором писали. Мягкой глины. Из глины лепили табличку. Потом с заостренной палочкой делали надпись, нажимая вначале, а затем постепенно вытаскивая палочку. В Месопотамии или Дворечии не было ни лесу, ни папируса. И местные жители придумали использовать для передачи информации то, чего было в избытке – глину. Глиняные таблички обжигали, они становились как каменные и долго хранились. Глина – материал дешевый, палочка для письма и того дешевле. И от этого письменность в странах-дворечиях была распространена куда шире, чем в Египте или у древних майя. Писали не только жрецы, но и служащие из складов, дипломаты, поэты. Именно в Дворечии появились первые литературные произведения. Клинопись существовала во всех странах Ближнего Востока. Из шумерских царств она распространилась в Оссию, Песию и Вавилон. То есть многие столетия, на территории больше, чем Европа, люди писали клинописью. И если бы глиняные книги не были такими тяжелыми, наверное, писали бы так и сегодня. Больше всего глиняных табличек нашли в руинах Персеполя, столице Древней Персии, погибшей в пожаре, когда ее захватил Александр Македонский. Греческие историки рассказывают, что пожар начался во время грандиозного пира, который Александр устроил по поводу победы над персами. Афинская танцовщица Тай сбросила горящий факел. Пьяный Александр и его военачальники последовали ее примеру, а колонны дворца были деревянными. Архив дворца, переписка персидских царей со своими сатрапами и соседями, был погребен под развалинами. Но пожар глиняным табличкам не страшен, и множество табличек, тысячи, были выкопаны позднее археологами и попали в Европу. А потом гений одной ночи Георг Гротефен смог найти к ним ключ. Он родился в 1775 году и служил учителем в гимназии. В возрасте 27 лет он поспорил с друзьями, что сможет расшифровать клинопись. Гротефен выиграл парень. И после этого еще много лет учительствовал. Написал множество разных статей и книг, но ни одна из них не представляет интереса. Он прожил долгую жизнь и ушел на пенсию с должности директора лицея. Гротефен оставался в числе гениев человечества. Хотя гением он был всего несколько недель, которые потратил на расшифровку клинописи. Конечно, не следует думать, что Гротефен был неучим. Он замечательно знал и любил древнегреческую литературу. А ведь именно из нее можно узнать больше всего об истории Древней Персии. Гротефен знал и то, что в 540 году до н.э. персидский царь Кир разбил вавилонское войско и создал великую персидскую державу. В боях с соседями и в вечной вражде с Грецией эта держава господствовала на востоке вплоть до похода в Александра Македонского, который ее и разгромил. Положение Гротефенда, принявшегося за расшифровку клинописи, было сложнее, чем у Шампальона, сумевшего разгадать смысл египетских иероглифов. Ведь у француза был розетский камень, плита, где один и тот же текст был написан не только иероглифами, но и на древнегреческом языке. А Гротефенда же не знал, как читать знаки клинописи справа налево или наоборот, а может быть сверху вниз. Эту проблему он решил, изучив направление острых концов клинышков и сделал первое допущение. Таблички необходимо держать таким образом, чтобы острия вертикальных клиньев были направлены к низу, а горизонтальных вправо. Второе допущение – читать следует слева направо. Затем Гротефенд предположил, что клинописные надписи чаще всего говорят о царях и их делах. Значит, должны быть одинаковые для всех табличек правила, как называть царя. И попросил прислать ему надписи с современных царских могил в Персии. На царских могилах было написано «Имя – Великий царь, царь царей». Сын Великого царя – имя царя царей. Почему бы не предположить, что титул царей очень древний, и что две или три тысячи лет назад писался на табличках точно так же. Если каждый клинописный знак обозначает букву, предположил Гротефенд, то надпись на табличке может значить то же, что и надпись на современной могиле. Значит, первое слово – это имя царя. А косой клин, который стоит после него – это просто знак промежутка между словами. А вот следующее после разделителя слово должно означать «царь». И это слово должно повторяться дважды. Такие пары одинаковых слов должны встречаться постоянно. Гротефенд просмотрел множество табличек и понял, что на них второе и третье слова были одинаковыми. Они означали титул царя. Однако первое слово повторялось только на половине табличек. На второй половине было другое слово. И Гротефенд сказал себе, что речь идет о сыне, отце и деде. Но после предполагаемого деда не было титула. Кто же они? Гротефенд принялся изучать персидские династии. И вскоре убедился, что внуком был Ксеркс, сыном – Дарий, а отцом – Гистапс, который царем не был. Итак, Гротефенд, прочитав имена трех царей и зная, как перевести слова «царь», «сын» и «отец», получил в свое распоряжение довольно много клинописных букв. И дальше прочесть клинопись древней Персии не составила для него труда. Итак, Гротефенд выиграл пари, а о своем открытии написал только маленькую заметку и даже не посмел прочесть ее перед учеными города Гетингена. Ученые всего мира попросту не знали о работе Гротефенда и продолжали беспомощно и бессмысленно расшифровывать клинопись. Лишь через 13 лет один из гетингенских профессоров попросил Гротефенда сделать более подробный отчет о своем открытии и включил его в книгу «Мысли о политике, путях сообщения и коммерции основных народов древнего мира». Так мир узнал о расшифровке клинописи. Специалисты с самого начала различали в шумерской письменности два ее вида – первоначальное диографическое фигурное письмо и созданную на его основе клинопись. Именно клинописью написан великий эпос о герое Гиргамеши, отправившемся на поиски вечной жизни. Переход от фигурного письма к клинописи начался приблизительно в начале 3-го тысячелетия до н.э. А завершился окончательно в эпоху династии Ур в середине 3-го тысячелетия до н.э. То есть 4,5 тысячи лет назад. И если в отношении происхождения клинописи у специалистов не было особых сомнений, то в выяснении происхождения первоначального фигурного письма они зашли в тупик, поскольку следов шумерной пиктографии, своего рода предписьменности, вдвуречи найти не удалось. Почему? Исследования последних лет археологически, лингвистически и антропологически показали, что не шумеры были аборигенами двуречия. Они пришли сюда откуда-то извне и застали на вновь обретенной земле не дикие племена, а уже сложившуюся высокоразвитую цивилизацию, лучшие достижения которой они унаследовали, в том числе и письменность, приспособив ее к собственной речи. Таким образом, ученые пришли к выводу, что цивилизация двуречия обязана своим происхождением не шумерам, а их предшественникам, протошумерам. А поскольку протошумеры, то есть те, что были здесь до шумеров, говорили на ином, не шумерском языке, то было принято и иное название создателей древнейшей цивилизации Месопотами. По названию Хамая-Любай, где впервые была обнаружена эта цивилизация, их назвали убайцами. И теперь, говоря о древнейшей системе письма и диографического письма, существовавшей двуречиями Сопотами, еще до появления там шумеров, с полным основанием можно употреблять термин протошумерское или убайцкое. Но ведь убайцы также являются пришлым племенем, и их происхождение до сих пор остается загадочным. Люди убайской культуры как-то сразу и внезапно осваивают плодородные земли Низовья Тигра и Ефрата, основывая здесь новые поселки, которые позднее вырастут в знаменитые шумерские города. Эти пришельцы предстают перед нами с самого начала как носители высокоразвитой культуры, и в этом смысле убайцы были первыми на этой земле, поскольку до них здесь существовала очень примитивная культура эпохи камня. Стало быть, не в Месопотамии, а в ином месте надо искать истоки убайского письма – некое, еще более древнее, протописьмо. От этого протописьма отделилось письмо убайцев, когда они пришли из некого центра Икс на юг Месопотамии. Это же протописьмо дало начало протоиндийскому и протоиламскому письму. Помимо трех самых известных цивилизаций Древнего Востока, Двуречья, Долины Нила, Египет и Индостана, существовала еще одна, не менее древняя, но гораздо менее известная – Иламская. Об Иламе многие знают удивительно мало, а между тем здесь иламиты обитали в горных областях Ирана, были раскопаны древние города, предметы высокого искусства, обнаружены письмена, которые до сих пор еще не расшифрованы. В иламской культуре есть много черт общих с Убайской, Проташумерской и Протоиндийской культурами, а древнейшие письмена Илама, Двуречья и Индостана очень схожи между собой. Время существования трех ветвей письменности Убайской, Протоиламской и Протоиндийской отделено от нас промежутком в 4-5,5 тысячи лет. Примечательно, что к этой же эпохе относятся и возникновение египетской письменности и цивилизации в долине Нила. Вполне возможно, что помимо трех основных уже упомянутых ответвлений, Протописьмо дало еще одну боковую ветвь, древнеегипетскую. Но где располагался этот центр Икс? Колыбель, Протписьма. Предположений на этот счет было множество. Кавказ, Алтай, Индостан и так далее. Но ни один из этих адресов не получил всеобщего признания по причине отсутствия неоспоримых доказательств. Вот если бы удалось найти памятники письма более древние, чем письмена двуречия и в то же время похожие на них, тогда вопрос о прародине Убайца в искомом центре Икс разрешился бы сам с собой. И совершенно неожиданно мечта эта сбылась. Три маленькие глиняные таблички, покрытые рисунками и геометрическими знаками, удивительно похожими на знаки письменности двуречия, были обнаружены в основании раскопа, заложенного на древнем культово-религиозном объекте вблизи поселка Тертерия, отмеченного даже не на всех картах Румынии. Удача выпала на долю археолога Власа. Такое случается раз в сто лет. И многие газеты мира в тот 1961 год сообщили о сенсационной находке румынского археолога. Ведь найденные таблички оказались почти на тысячу лет старше шумерских. Ученые, используя радиоуглеродный метод, дающий достаточно точной абсолютной датировки, определили возраст табличек свыше 6 тысяч с половиной лет, что отвечало раннему этапу культуры винча – винча-турдаш. О существовании этой культуры, открытой еще в 30-е годы 20-го столетия, югославским археологом Васичем знал лишь узкий круг специалистов. А между тем, это была одна из древнейших цивилизаций Старого Света, распространенная с середины 5-го до середины 4-го тысячелетия до нашей эры в Подунавье. В истории Европы культура винча имела значение, сравнимое только с ролью Греции и ее воздействием на варварский мир. Это прежде всего была земледельческая культура. Земледелие было столь интенсивным, что специалистов и сегодня поражает мощность культурного слоя винчанских поселений, которая достигает нескольких метров. Пахали винчанцы на быках, сахой, сели пшеницу трех сортов, однозернянку, двузернянку, спельту, ячмень двух видов, проса, сажали лен, чечевицу, горох, убирали урожай серпами, а зерно хранили у больших корзинах, обмазанных глиной. Часть зерна мололи в муку и выпекали хлеб. На зеленых придунацких лугах паслись тучные стада коров и отары овец. Жили винчанцы в многочисленных поселениях, застроенных домами типа украинских хаб. Позднее на месте самых крупных поселений вырастут города. Мы не знаем их названий, но их планировкой занимались архитекторы, а просторные здания, дворцы и храмы возводили умелые строители. Это они построили первые апсидные дома. Дома с закругленной торцевой стенкой. И первые мегароны – архитектурные комплексы, предназначенные для правящих особ. Архитектурная традиция мегарона позже получила свое продолжение в Древней Греции Трое. И не только там, но и в Центральной и Северной Европе. Были среди винчанцев гончары, плотники, ткачи, скорняки, металлурги и кузнецы. Винчанцы строили рудники, добывали медную руду и выплавляли из нее медь первыми в Европе. Художники, скульпторы и искусственные резчики по кости украшали своими произведениями жизнь винчанцев. Важную роль в жизни винчанцев играли обряды и традиции. Так усопшего клали на бок под углом 30 градусов в направлении север-юг, лицом навстречу восходящему солнцу. В могилу помещали керамические сосуды, кости жертвенных животных, а жерелья из морских раковин. Различный инвентарь, среди которого обязательно была секира, прообраз нашего серпа. За соблюдением обрядовой традиции следили жрецы, владели жрецы письменностью. Но можно предположить, что умение писать не было привилегией только жрецу. Ведь умение писать предполагает и умение читать, а письменные знаки мы находим на самых различных предметах быта, с которыми повседневно имели дело самые обыкновенные люди. Винчанское письмо представлено одиночными знаками геометрического типа. Насчитывает их 210. Поскольку знаки были одиночными один-два знака и не образовывали связанных более или менее пространных текстов, то многие специалисты отнеслись с ним с осторожностью, полагая, что это всего лишь обычные клемма мастеров, изготовивших тот или иной предмет. Но когда были найдены тертерийские таблички, то все сразу вспомнили и о венчанских знаках, и дружно заговорили о древнейшей на нашей планете венчанской письменности. Правда, в этом хоре слышались и голоса скептиков. Ведь помимо того, что тертерийские и венчанские знаки были идентичны, они, как уже говорилось выше, были поразительно схожи с протошумерскими письменными знаками. Как объяснить этот феномен? Скептики заявили, что тертерийские таблички были завезены в тертерию и с двуречи шумерскими купцами, где и были скопированы туземцами. Естественно, считали скептики, смысл табличек венчанцам понятен не был, но они, тем не менее, использовали их в религиозных обрядах. Все просто, если бы ни одно обстоятельство. Как можно привезти что-то из шумера, если в ту пору, когда какой-то венчанец старательно вычерчивал письменные знаки на глиняных табличках, шумер еще и не существовал. А письменность двуречи возникла лишь в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Существует еще одна версия. Венчанская письменность была частью всеобщей письменности, врученной человечеству извне. Кем? Не раз таблички пытались читать, в том числе и по-славянски. Предпочтение было отдано круглой табличке, линейные знаки которой, в отличие от знаков двух прямоугольных табличек, были выписаны предельно ясно и четко, что исключало их двойное толкование при сопоставлении со знаками прославянской письменности. Единственный, к тому же, очень надежный способ проверки этих результатов дешифровки чтения надписей, неиспользованных автором дешифровки. Получилось вот что. Робе, еть вы вины, щадарь же оп. Как понять этот текст? Робе – это ребенок, дитя. И еть, ять – форма глагола, ять и ему брать, взять. А местоимения вы – вас, то есть ваши. Можно догадаться, что слово «оп» означает «около», «рядом». Вин и вина – это то, в чем мы провинились, грешны. Дословный перевод на современный язык зазвучал, как строки возвышенной поэзии. Дитя воспримет ваши грехи. Щадя его, держи поодаль. Мудрые слова. Им более шести с половиной тысячи лет. Кем же были венчанцы? На каком языке они говорили? Науке это пока неизвестно. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok